Дорогие друзья, зрители канала Форнаксфилм, сейчас идут последние приготовления перед началом конференции партнеров компании Теплодар. И вот рядом со мной ведущий конструктор компании Теплодар Дрохов Иван Витальевич ведет последние приготовления, сборку пеллетной горелки для банной печи Эльма, о которой он нам сейчас с вами и расскажет. Ваня, расскажи, что за печь, почему вот она конкретно разработана под газ и что в ней такого необычного? Изначально, да, к нам упала заявка, задание придумать печку для бани, которая чисто будет под газ. И сразу возникли мысли, а чем она должна отличаться от других таких же? Мы же привыкли на дровах все делать. А подумали, а газ же он, его и не такой прихотливый в плане загрязнения и прочего, думаю, значит, я могу как-то очень по хитрому завернуть все ходы, чтобы все это максимально прогреть. Так родилась идея этой печки. Посмотрели, что есть у нас такая печка газовая, как Компар, взяли оттуда идею, взяли идеи, которые были предыдущих печей, потому что, в принципе, клиенты могут узнать и печь Сахару нашу знаменитую. И вот таким путем долгих любовных акций и действий мы поженили двое-две эти печки Компар и Сахару, чтобы получить печь чистую на газу. А здесь используется горелка 20-киловаттная. Она особенная, конкретно под эту печь придумана? Да, это горелка по принципу конструкции именно обычных наших газовых пить горелок, типа ГГП, но ее экран, да, соответственно, разработан непосредственно для установки именно на эту печь. То есть ее приобрести отдельно для другой печи компании Компар, она только ее эксклюзивная, так скажем. Собирается она аналогичным образом, как видите, как наши основные печи, то есть основные наши горелки, ничего нового. То есть в этом плане мы постарались. Все привычно, все знакомо, да? Все привычно, все знакомо, да. Тут, наверное, в большей степени интересно будет твоим подписчикам, что внутри, что вот здесь, вот в этом. Слушай, ну здорово, ну давай тогда сейчас горелку дождемся, когда ты установишь, а потом в целом про печь расскажи, что в ней такого особенного. Давай. Ваня, расскажи, пожалуйста, вот понятно, что газовая горелка, мы ее сейчас покажем, как она встраивается. А вот мне более интересно, вот именно идея ходов дымовых газов, как она здесь устроена и что за что элемент, какой элемент каменьки отвечает. Да, конечно. Значит, смотри, здесь как изначально она похожа на ее идею Компар, поэтому здесь тот же самый принцип реализован, по сути дела, этой печки. То есть, заход пламени изначально происходит вот по вот этой задней стенке. Сожди, сейчас фонарь возьму. Давай, вот этот бой. О, да. То есть, у нас получается, вот за этой стенке там находится первый ход пламени. Далее он поднимается и распространяется по вот этим двум боковым каналам. То есть, нижние боковые каналы, это ход газа. Первый ход газа, да, такой. Соответственно, здесь, в эту область, они тоже с ней сходятся и распределяются уже на верхний ход газа. Для того, чтобы и сам изначально стартанула печь, и чтобы дымоход прогреть, потому что, сами понимаете, здесь на счет ее многооборотной системы КПД и температура на выходе дымохода очень низкая, соответственно, дымоход реально чуть ли не холодный. Поэтому между первым и вторым ходом вот по этой стенке, вот здесь, например, в промежутках находится дополнительная еще пластина-отбойник с зазором, чтобы создать некоторый прямоток сразу уже на старте. И получается следующим образом, что у нас со всех сторон, то есть, изначально на старте прогревается вот эта часть активно, чтобы прогреть нам дымоход. Потихоньку, с процессом испытания, мы смотрели, через полчаса они, две стенки равномерно выравниваются, ее температура, и, как видите, получается, все ее элементы, вот эти газоводы, они активно участвуют в ее прогреве каменки. То есть, она в полностью прогреваемом состоянии находится. Вань, скажи, пожалуйста, вот я здесь вижу, что каменка-то довольно глубокая. Это именно следствие из-за того, что каменку опустили, не требуется высокое пламя, да, и, как бы, то есть, у газовой горелки низкое пламя, и поэтому можно сделать каменку большего объема. Все верно ты подметил. Где-то килограмм 60-80, наверное, да, может даже больше. Ну, мы уже померили примерно 60-70, оно здесь помечается. И так оно и есть. Тоже прошу заметить, ну, да, как я уже говорил, что она чем-то похожа на Сахару. У нас даже ребята, которые собирают печи в своей цехе, говорят, что вы Сахару не сделали. Я говорю, ну, не сделали. Сахарой столько оборотов не получится. А здесь как раз за счет этого максимально. Ну, да, ну, Сахара тоже дурная, печка такая, очень жаркая. А расскажи, как вода распределяется? Значит, так, как вы, наверное, заметили, что здесь есть у нас вороночка специально, давайте выручим, соответственно, через эту воронку, в этот канал, у нас поступает водичка вот в эту область, всю эту секцию, которая равномерно расстреляется по двум сторонам. То есть у нас здесь между вот этими верхними каналами располагается она здесь. Сейчас попробуем, мы туда подлезть. Там находится специальный канал, в соответствии, чтобы водичку равномерно распределить по всей глубине топки. Мы проводили испытания, то есть смотрели, проверяли температуру на камнях, чтобы поделить наиболее на термонагретую область, куда подать воду максимально оптимальным образом. И это выяснилось, что это в естественном-то дно, куда бьется у нас пламя, огорелки. Но здесь мы вспомнили не самый богатый, не самый лучший опыт компара, что проблемы с дном были. Поэтому мы не рискнули, а подали во вторую термонагруженности зону, это как раз между вот этими каналами. То есть ровно в эту зону подается водичка, и здесь получается очень такой приятный, интересный пар, который проходит сквозь уже хорошо нагретые камушки. И получается некоторым вроде даже перегретый. Слушай, давай тогда вернемся сейчас к техническому оснащению, к более сложному устройству, именно к газовой горелке и пульту управления. Давай. Газовая горелка, как уже была озвучена, представляет собой аналог нашей горелки АГГ. В данном случае 20П, то есть это расчет на 20-ую горелку. Ее младшая сестра 12-киловатная печка будет, соответственно, с горелкой на 13 киловатт. То есть в обоих случаях однорожковые инжекционные эти горелочки. Ну то есть, по сути, тот же самый клапан СИД 820 установлен. Ровно та же самая итальянская автоматика, которая у нас, в принципе, себя хорошо зарекомендовала и на тех горелках. Значит, монтаж горелки происходит следующим образом. У нас тут имеется такая специальная декоративная дверка, потому что помнили, нам неоднократно говорили, что закройте это все дело чем-то красивым. Поэтому здесь, скажем так, в дизайне узнаваемом Сахарой 2.0, такого же и сделана печечка, дверка. Соответственно, горелка устанавливается вот в этот район. С боков он имеет отверстие, где через ушки, в котором находится резьбовая заклепочка, можно ее тут спокойно зафиксировать. Так, эти окошки у нас нужны для того, чтобы был приток свежего воздуха. Нет, на самом деле, вот эти окошечки, приток свежего воздуха и снизу, и снизу, вот они, через верх, но вообще, на самом деле, это отверстие для того, чтобы мы подвели туда газ. А, ну да, действительно. А так как мы специально горелку разработали таким образом, чтобы ее можно было зеркально расположить, то есть, что так, что развернуть клапан в другую сторону, поэтому и окошечки с двух сторон. То есть, в этом плане здесь некоторая универсальность подключения самой горелки. Дополнительно к неудобству в самом вот этом лицевом профиле сделали еще вот такие проемы, которые можно выломать, когда будете подводить газ в газовую магистраль или там. Ну, то есть, с левой, либо с правой стороны. Да, с левой, либо с правой стороны. То есть, сохраняется вот эта унификация возможности опционального подключения. Ну, и дополнительно тоже еще, естественно, как у любой газовой вилки есть наш собственный пульт. То есть, это тот же самый пульт от АГГ 13P или 20P, только в новой упаковке, которая соответствует дизайну данной печи. Ну да, вполне симпатично. А так, функционал ровно тот же самый. Выставляем температуру. Как всегда, термостат находится внутри. Вон, можно его там лицезреть. То есть, он точно так же через одно из этих отверстий, или даже через нижнее, можно быть вытащить. Да, вытащить, да. Разобрать данный пульт, в принципе, тоже ничего не составляет проблем. Достаточно просто иметь фигурную отвертку. Вот, поставите, имеется отверстие для, соответственно, крепежа, где удобно на стене. И, как вот на всех наших последних горелках, и в данном случае, и в данной печке тоже, длина трубки термостата 3 метра, как изначально давно ее просили. Потому что, если помните, она была изначально метровая. Были претензии, поэтому вот уже с этого года, если кто-то, допустим, не знает, все горелки печные поставляются с термостатом длиной 3 метра, для котловых полтора. Специально сохранили дизайн печи Сахара, потому что, как показала практика, и, в принципе, реакция рынка, очень удачно угадали с этой форм-фактором, поэтому решили не лукавить, не придумывать что-то новое, применили ее в том же самом виде, но в другом цвете, чтобы хоть как-то отделить линейку именно газовых печей. Ну, мне кажется, у вас получилось довольно симпатично, печь интересная. Теперь мы ждем цены и ждем, когда появится в наших магазинах. Повторю, в принципе, в линейке печей Эльма планируется 4 печи, то есть это 2 мощностных, это 12-20 и 2 видов, это обычная и регистровая, то есть вариант с ЛГР. То есть это, если не ошибаюсь, а, ну, это обычная ЛГР, а ЛГР это как по принципу наших печей с регистровок, типа Сибири, то есть боковой регистр, который также может быть навешан с любой стороны, в зависимости от... Что ж, друзья, будем вместе следить за судьбой этой новинки, ждем, когда она появится в наших магазинах, ну, а Ивана я благодарю за подробную, за подробный рассказ про эту необычную новинку для компании Теплодар. Да, пожалуйста, обращайтесь.